Этот год был бы неполным, если бы у нас не получилось встретиться и побеседовать с Владимиром Владимировичем Рубаном, руководителем организации «Офицерский корпус», человеком, который является самым профессиональным офицером-переговорщиком Украины, и его профессионализм и влиятельность не ставятся под сомнение ни одной, ни другой сторонами конфликта. Человеком, который освободил более 500, а по некоторым данным более 1000 военнопленных с обеих сторон. Интервью мы разбиваем на две части, перед вами первая часть. Мы создали такие условия, при которых обратили внимание общество на уже заезженную, забытую и ставшую бюрократической проблемой обмена пленных. Когда мы поняли, что это бюрократия захватило учреждения, которые занимаются обменом пленных, мы подняли вопрос обмена пленных до Нового года, всех на всех. Мы понимали, что это не может быть по взмахиванию волшебной палочки, но надо было как-то начинать. На сегодня те, которые доступны и с украинской, и с донецкой стороны, которых можно было сразу обменять, которые подготовлены к обмену, на сегодня они уже обменены. Последний обмен 146 на 222 этому показал. Неравенство в цифрах Это сложная формула, и здесь еще придется над ней поработать, но это уже желание обеих сторон начать этот диалог, начать этот обмен. Я думаю, что в ближайшем будущем, в ближайшем, это сразу же после Нового года, наш аналитический центр совместно с комиссией по делам военнопленных Донецкой Народной Республикой и такой же комиссией Луганской Народной Республикой уточнят списки, проведут поиски затерявшихся пленных. Я рассчитываю, что попаду и в отдаленные гарнизоны, там, где содержатся украинские пленные, и также рассчитываю, что найду некоторых засекреченных пленных, которые находятся на украинской стороне, и их скрывают, не показывают. И мы все-таки добьемся того, что все пленные будут на свободе. В моей практике встречалось, что некоторые представители обеих сторон нарушали данное слово. Как руководитель офицерского корпуса я слежу за то, чтобы всеми офицерами нашего корпуса слово выдерживалось. Наша организация и создана с целью поднять статус профессии офицера, офицерской чести, кодекса офицера. То, что у нас в стране уже забыто и с унижением армии, впоследствии мы этого сейчас наблюдаем, унижением офицеров, унижением военнослужащих в социальном разрезе, привело к тому, что забыто понятие Родина, забыто, то, что наивысшее, что у военного остается, самое святое, это его офицерская честь, его слова офицера. Возможно ли обмануть, дав слово офицера? Практически нет. Пользуются ли этим аферисты? Да, пользуются. В процессе переговоров, как вы спросили, подготавливают ли переговорщиков, можно ли родиться переговорщиком. Я думаю, это обстоятельства, которые пришли с этой войной. И я не профессиональный переговорщик, хотя на этой войне, наверное, стал самым профессиональным. Со 2 мая. Вы знаете, в начале войны я просил, чтобы мне мешали, чтобы кто-то откликнулся, поскольку государство должно заниматься и обменом пленных. И тогда мне казалось, что вот оно в ближайшее время все само собой разрешится, государство обратит на это внимание. Но так получилось, что наша организация, офицерский корпус, осталась или была наиболее подготовлена к тому, чтобы получить мандат доверия со всех трех сторон, а также с четвертой стороны, от Российской Федерации, и заниматься обменом пленных. Насколько мешают другие переговорщики, грамотных, ответственных, понимающих всю опасность этого процесса, к сожалению, единицы. Тех, которых назначает государство, как-то оно назначает их очень неудачно. Я бы сказал, это больше заполнение клеточек без необходимых экзаменов, без необходимых тестов. Поэтому они имеют со стороны противоположный, такой низкий уровень авторитета. Им часто вспоминают нарушение данных слов. Что касается в общей массе переговорщиков на этой войне, то факт того, что 11 переговорщиков были в плену, из них только пятеро освобождено, и в большинстве случаев и нами, говорит о том, что это не всегда продуманные попытки ведения переговоров. Я вам скажу, что когда два командира в начале войны решили устроить первый обмен пленных и сели за стол переговором вместе с оружием, переговоры закончились стрельбой. Они постреляли друг в друга. Поэтому здесь, как на любой серьезной военной операции, должна быть подготовка, разведка, договоренность и в зависимости от уровня уже переговорщика, его понимания, что от его слов зависит жизнь военнопленных не только с желаемых вытянуть, но и с другой стороны от этого зависит и уровень переговорщика, и успех переговоров в конечном итоге. Я надеюсь, что все-таки война уже затянулась, и те переговорщики, которые остаются сейчас еще и работают, они все-таки будут собраны в какой-то единый центр для того, чтобы не было возможности для аферистов входить в этот процесс, требовать деньги за военнопленных и в конце концов затягивать процесс неумелыми своими действиями. Были переговоры, мы обсуждали вопросы продажи или слухов о продаже военнопленных за деньги. Ходили даже разные цифры, от 5 до 10 тысяч долларов. Конечно, конечно, бред, но кому-то выгодно либо спекулировать на эту тему для своих политических каких-то целей, либо просто это обыватели, так сказать, диванные войска, которые привязывают слухи ко всему, чему бы не захотелось. Мы договорились до того, что обе стороны будут выявлять людей, которые предлагают освобождение за деньги, за большие суммы и будут способствовать тому, что этих людей конкретных будут отлавливать и уже их будет ждать довольно жестокое наказание. А расстреля, на войне принято запугивать расстрелом, как будет на самом деле, я не берусь сказать, но уверен, что наказание будет жестоким. Я никогда не скрывал здесь, в Донецке, о том, что офицерский корпус был на Майдане. Мы отстаивали, мы не отстаивали свои идеалы, мы пытались защитить то последнее, что у нас оставалась, своя свобода, свои кусочки каких-то бизнесов. Мы понимали, что скоро доберутся до самых крошечных наших запасов и с нами на Майдане было много донецких и луганских парней, офицеров, афганцев. Мы не добились всего, что хотели. И аннексия Крыма, возможно, этому тоже виной, но весь народ понял, благодаря Майдану, в том числе и донецкие и луганские парни, жители, поняли, что народ представляет собой силу и при желании может свергнуть любого царя, даже такого мощного донецкого ставленника, как Януковича. Я знаю, что его в Донецке не любят еще больше, чем в Киеве. Пойду ли я на Майдан? Третий Майдан, если он и будет, он уже будет молниеносным. Не будет палаток, не будет сцен. Если для этого повод, ну, пока мы видим неумелые действия, но мы пока еще можем критиковать нашу власть, пока еще мы не получили полной цензуры. Хотя мы видим, что работа в этом направлении ведется со стороны властей. Если будет Майданом, я думаю, многие уйдут, и я в том числе. Если кто вспомнит наши прогнозы еще февраля-марта месяца, мы говорили, что самые яркие эпизоды противостояния, они будут в августе месяце. Мы не знали, что это будет там Лавайский котел вывышен, но тогда и разведка, и аналитика показывала, что пик противостояния будет приходить на август месяц. Рассчитывалось довольно просто, поскольку в мае были назначены выборы, нам необходимо было после мая месяца два, еще до двух месяцев, для того, чтобы просчитать голоса, пройти инаугурацию, войти в права и начать какие-то движения. Вот где-то конец июля-август месяц и просчитывался наиболее удобным для каких-либо ярких военных конфликтов действий. Тогда же, уже в мае месяце, в июне, кто помнит и не верил, мы говорили о том, что война продлится четыре года. У каждой войны есть своя цикличность фазы, есть понимание, ориентирование на местности, стратегические задачи, какие-то геополитические предпосылки. И война такого рода, она не может планироваться на три месяца, на пять, на шесть. Она будет проходить в вяло текущем, в текущем, в малоконфликтном, в боевых каких-то ярких сражениях в течение четырех лет, покуда не устанет народ, не поменяются правители, покуда это не надоест не только самим украинцам, как донецким, так и киевским, покуда это не надоест их правителям. Не хлебнет всего горя, и покуда эта земля не омоется. Я предполагаю, что этот конфликт будет тянуться в течение четырех лет. На сегодняшний день мы думаем, что потери в районе, общая потеря в районе десяти тысяч людей. И, наверное, эти цифры еще кого-то не устраивают. Потерь будет гораздо больше. Это не один разорванный человек. Это 10, 20, 30, 40 тысяч убитых людей. С любой стороны, даже с Российской Федерацией. Это поломанные семьи. Это искалеченные жизни детей, которые вырастут без отцов, без матерей, в детдомах. Это огромнейшая нервная весть между двумя соседами, которая будет длиться еще лет 40-70. Кто-то умело управляет этой фазой и в нужное время сумел нажать на нужные болевые точки. Можем ли мы ненавидеть друг друга всю жизнь? Возможно, где-то ненавидеть мы и будем продолжать. Но, поскольку воспитанных-то мы во все прощения и нет у нас таких кровных законов, как на Кавказе, я думаю, что своего рода комитеты примирения, они будут способствовать и наши христианские традиции, традиции прощения, они будут способствовать тому, что мы перестанем винить друг друга и все-таки найдем истинных заговорщиков в этой войне и объявим им свой народный приговор. Мы никогда не узнаем, кто первый выстрелил и сколько человек погибло, но мы всегда узнаем, кто задумал эту войну. Мы узнаем. Видите ли, в процессе обмена пленных существует несколько этапов. Предварительная договоренность, окончательная договоренность в сопровождении до места обмена или до места передачи пленных и в сопровождении до уже с места передачи по домам. Так вот, мы не меняем пленных где-нибудь на нейтральной полосе. Мы никогда этим не занимались. Один раз по просьбе Донецкой стороны я вместе с ОБСЕ присутствовал на таком обмене между Службой безопасности Украины и Донецкой стороной. Мне не понравилось. Офицерский корпус, как правило, как и при последнем обмене, договаривается о возможности такого обмена. Предварительно согласовывают списки, либо цифры. Окончательные по последнему обмену окончательные переговоры проводились и утверждались уже официальными представителями и еще и новыми переговорщиками, такими как Медведчук в Минске. Это неправильно за день до окончательного обмена вводить новых переговорщиков, но там, видать, свои политические цели. Мы сопровождаем пленных непосредственно в город Донецк. То есть в тыл вероятного противника через нейтральную территорию. Мы здесь с Донецкой стороной обсуждаем их условия принятия и Донецкая сторона забирает. Дальше по предварительной договоренности, как правило, на следующий день мы забираем украинских военнопленных, которых, возможно, свозят с разных городов, просто садим в автобус и уезжаем. Как такового обмена нет. Либо он растянут во времени, либо много раз было, когда у нас не совершалось обменов, мы упрашивали, выпрашивали, и Донецкая сторона в разных случаях под разными предлогами шла навстречу и отпускала военнослужащих без обмена с целью налаживания отношений для того, чтобы, если будет какой-либо изрядован выходящий случай, чтобы мы смогли также, без обмена, вернуть в каких-то сложных ситуациях пленных донецких, у которых либо ухудшилось состояние здоровья, либо они раненые были приняты в плен резкого необходимости быстрого медицинского вмешательства, психологического вмешательства и любые разные предлоги. В результате у нас и возник кредит доверия и обменов под дулами автоматов офицерского корпуса не происходит. Мы сопровождаем освобожденных и с одной и с другой стороны с оружием, мы передвигаемся спокойно с разрешения властей и по Донецкой, и по Луганской, и по украинской территории с оружием. Оно необходимо для обеспечения безопасности как офицеров-переговорщиков, так и посредственно освобожденных. Субтитры создавал DimaTorzok